Добрый день, коллеги. Меня зовут Тань Бунто. Я работаю в компании Huffelabs, или он по-другому расшифровывается Human Factor Labs, лаборатория человеческого фактора. Чем занимаюсь я, я расскажу вам чуть попозже. Сначала о чем будет сей 30-минутный доклад, про какую аналитику, про какие данные и при чем здесь вообще 100 миллионов. История до безобразия проста. Наш любимый кровавый интерпрайс. И надо данные из одной системки переложить в другую системку. Все до банальности просто. Мои истории все будут связаны с перс-данами клиентов. Вот это ответ на вопрос, какие же данные будут. Будут фамилии, имена. И все это на реляционных базах, поскольку будут использованы SQL-запросы. То есть если вы пришли послушать про Hadoop, Big Data, ну это вот, видимо, пока не здесь. Причем здесь вообще системные интеграторы. Краткий ликбез. Если вы не системные интеграторы, это не значит, что вам этот доклад не нужен. Просто системные интеграторы — это такие ребята, которые делают магию ETL-процессов и могут посмотреть, что лежит в системе источники данных А и что они переложат в систему приемника Б. Я не системный интегратор. Я как раз аналитик, скажем так, системы приемника Б, и мне уже перекладываются какие-то данные. Почему для системных интеграторов нужна эта аналитика? Чтобы, ну как бы не банально это звучало, избежать косяков, и проанализировать, что лежит в системе источники на следующем этапе, что же они все-таки сделали в своем ETL-процессе, и посмотреть, что же у нас дошло до системы приемника. Зачем это вообще нужно? Первый этап. Что лежит в системе источники? И вот здесь, как Дмитрий рассказывал про модели, бизнес часто просит. Вот у нас есть модель клиентов, но нам для аналитики вот еще нужны были лицевые счета. Ну затяните к себе, пожалуйста, ребят. Ну хорошо, лицевые счета. А что это, спрашиваете вы у бизнеса? Они говорят, ну вы знаете, там вот телефоны, адреса, ну вот лицевой счет, в общем-то, даже. И вы понимаете то, что, ну хорошо, у нас есть опять же API, которая в онлайне передает, и стандартные запросы верни мне клиента с его атрибутами. А теперь замечательный системный интегратор, проанализировав систему источника, он говорит, а вы знаете, у нас вообще бывает у людей по 20 тысяч этих лицевых счетов, и вы уверены, что они должны возвращаться именно как атрибут вообще во всех методах. И тут вы уже задумываетесь, а правильно ли мы проектируем свою модель на системе приемники, добавляя вот этот кастомный атрибут именно как атрибут клиента. И вообще нужны ли эти лицевые счета кому-то, кроме хранилища, условно. И вот это вот вопросы, которые уже к вашей непосредственно модели системы приемника. Дальше замечательный второй этап. Наша трансформация ETL. Было 100 миллионов клиентов. Ну, внезапно как-то у разработчика был плохой день, он объединил две таблицы внутренним там энерджойном, и получилось то, что 2 миллиона данных, вот, пожалуйста. Если вы с этими результатами пойдете к бизнесу, уже как к системе приемника, скажете, мы загрузили вам 2 миллиона клиентов. Бизнес вас скажет, ребята, а где мои остальные 98? Я точно знаю, что порядок-то должен быть побольше. И третий этап. Что же все-таки сохраняется в нашей системе приемники? Потому что опять все мы люди. Внезапно сбой классификатора вернул вам только домашние телефоны, хотя, в принципе, их было несколько. Чем занимаюсь я? Я занимаюсь продуктом, который называется единый клиент. Это продукт CDI класса Customer Data Integration или система хранения мастер-данных по клиентам. Что это такое? Все банки, страховые телекомы мыслят в формате своих продуктов. И они знают о вас, как о владельцах кредитных карт, как о владельцах каких-то контрактов. Но при этом для них вы существуете в четырех апостасях, вот как здесь на картинке. Но по факту вы являетесь одним единым клиентом. И как раз наша система расскажет аналитике, хранилищу, что по сути это один человек, Щукин Сергей Владимирович. И если у Щукина Сергея Владимировича лежит многомиллионный вклад в банки, но при этом он задолжал за ипотеку, и ему позвонили внезапно, скажем так, люди с обещаниями, что будет с ним, если он их не вернет, но это не очень красиво с точки зрения клиента и клиентских отношений. А объединив информацию из нескольких источников и получив все-таки профиль именно клиента как человека, можно сказать уже, что выслать вежливое письмо, что Сергей Владимирович, не хотите ли вы погасить долг по ипотеке? Он вернется с Мальдива и скажет, ой, да, конечно, я тут забыл. И для нас важно качество данных. Почему? Потому что мы их потом отдаем либо вот в хранилище, либо для дальнейшего анализа, и нужно смотреть, что лежит в тех системах, которые нам эти данные отдают. Но также мы еще отдаем их в CRM, в операционные процессы. То есть у нас и аналитика, и какая-то операционная деятельность. Если для операционной деятельности не так важно, ну, лежало там лишних 10 миллионов каких-то технических записей, ну, подумаешь, этих клиентов не существует, они нам не позвонят. А вот для аналитики и для хранилища это тоже важно, потому что они считают количество клиентов. Вы сейчас скажете, все есть во всех системах, вот мы интегрируемся, мы аналитики, мы собираем документацию, общаемся про бизнес-процессы, архитектор нам рассказывает все про существующие интеграции, что, когда, откуда, куда, да и мэппинг данных-то мы согласовали, что перекладывать из поля А, перекладывать в поле Б. Ну, а теперь смотрите, Enterprise существует довольно долго, и вот документация не то, что неравна реальности, иногда ее не бывает. Например, стандартный CRM, это система взаимоотношения с заявками клиентов, его могут дорабатывать несколько подрядчиков, и каждый делает свою документацию. Целостной документации об этом CRM нет вообще нигде. Бизнес-процессы. Очень хорошо нарисовать стрелочки, квадратики воспроизвести, но вы помните, что вот есть операторы, которым нужно будет заполнять кредитные заявки, и что и как они заполнят, ну, такое себе еще. Архитектор все рассказал. Знаете, вот я работаю с системами, где архитектор меняется чаще, чем, скажем так, существует эта система, и век существования Enterprise систем. Я ходила в школу, этот CRM уже был. Сколько поменялось у него архитекторов, ну, я даже не могу сказать, вот на моем веку интеграции с этим CRM уже поменялось два. И каждый рассказывает что-то свое, но даже хорошее отношение с архитектором он никогда вам не скажет о своих проблемах. Он не скажет, вы знаете, мы там миграцию два года назад проводили, мы так криво намигрировали. Ну, даже вы его можете отвезти в бар, но вряд ли он с вами будет делиться такими подробностями. У них всегда все будет хорошо. Либо будет что-то, о чем он просто не будет знать. Мэппинг передачи данных. Замечательная вещь, когда вы опрашиваете систему источника, и говорите, какие данные о клиентах у вас есть. Они смотрят в свою базу, говорят, так, есть фамилии, есть адреса, есть NNN, есть SNILS. Вы такие, о, перс данные, забираем все, вот вам мэппинг готов. А уверен на то, что все вот эти данные действительно заполнены в базе, и это не какие-то поля из каких-то, опять же, виртуальных архитектур, и вообще жизнеспособны они или нет. А не существует ли где-то еще таблиц, которые еще загружают фамилии, адреса и тому подобные вещи. Вот на перерыве, если будет интересно, я вам расскажу двухмесячную историю поиска потерянных e-mail'ов и внезапных 13 миллионов контактных телефонов в другой таблице. Ну и плюс, как сказал один хороший человек, все врут. Не потому что кто-то что-то не желает вам рассказывать, а просто потому что мы люди, и мы не можем знать всего, особенно в кровавом энтерпрайзе. Итак, вот вам один наглядный пример одного проекта, что было, когда аналитику данных провели только на последнем этапе. То есть вот ко мне пришли данные, которые выгрузили наши замечательные ETL-щики и сказали, на, пожалуйста, получай. Мы проанализировали третий этап, пошли к бизнесу. В итоге это вылилось вот во что? Три перегрузки, сто миллионов клиентов, то есть как раз заветная цифра что это? Это сто миллионов клиентов. Но при этом мы неправильно подобрали модель, опять же, привет, 20 тысяч лицевых счетов, о которых нам никто не сказал. Потеряли замечательные e-mail и телефоны, и каждая перегрузка занимает 20 дней. То есть 10 дней она идет до ETL, и 10 дней обрабатывается наша система, поскольку у нас там еще data quality, он должен стандартизировать там все эти адреса, опять же, объединить клиентов. Аналитика. Вот если бы проводить аналитику на каждом этапе, она максимум заняла бы 10 дней. И я так очень хорошо прибавила, потому что вообще по одному дню тратится на, скажем так, каждый этап. То есть 3 дня — это если вот совсем начинающий, скажем так, аналитик придет, знакомый со SQL-запросами поверхностно, вот ему 3 денечка на разобраться. То есть 10 дней в противовес скольким там? 60-75 дням. Вот вам профит именно, почему эту часть нужно вставлять в скоп-работ еще на этапе проектирования. Ну а теперь вот волшебные 10 миллионов, 100 миллионов, вообще разница есть? Разница есть. Если у вас 100 миллионов, вы уже будете относиться к потере данных, там миллионам больше, миллионам меньше. Но представьте, что вот этот миллион — это бабушки в МФЦ, которые не нашли своих заявлений, или вообще там карточка миллионов бабушек не доехала до МФЦ. Ну 99 миллионов доехало. Ну как бы потенциально это вот миллион клиентов. Если у вас 1 миллион данных, 10 миллионов данных, проще действительно их перенести, загрузить уже на последний этап, и можно проводить только одну аналитику на последнем этапе в системе приемки. Если у вас 100 миллионов, то здесь придется три раза, скажем так, помучиться и проанализировать. Ну и непосредственно теперь как анализируем. Сейчас гуру, наверное, в баз данных скажет, что, какой Excel, какие вообще таблицы. Я пользуюсь Excel, мои коллеги пользуются SQL-запросами к служебным таблицам. То есть тут что вы любите. Вот если вы работаете в Excel, SQL-запросики я буду приводить на PL SQL, поскольку с Oracle работаю, на MySQL и MS SQL, немножко синтаксис будет отличаться. Одна волшебная функция под названием «сцепить». Вы указываете колоночку с полями таблички в базе, собственно, непосредственно саму табличку, волшебная формула «сцепить» и растягивать это все на все ваши таблицы. Подготовка, скажем так, всего вашего мэппинга и SQL-запросов займет денек. На ночь вы запустите это все, все запросы единоразово уже на базе, ну, естественно, предупредив админов, чтобы они не посидели от такой аналитики. Тоже, кстати, в этот момент надо согласовывать, что, ребята, мы проводим аналитику, база может нагружаться. И все, с утра приходите, получаете результаты и смотрим на них. И вот сейчас мы будем смотреть на результаты, и я вынуждена сообщить, что да, к сожалению, все эти цифры будут являться реальными с разных проектов. Что анализируем? Как мне сказал один мой коллега, что аналитика данных — это как ремонт, ее невозможно закончить, ее можно только прекратить. Вот я вынесла семь, скажем так, общих пунктов аналитики, которые нужно проводить всегда. Все, что дальше, зависит от вашей фантазии, вдохновения и, опять же, от базы, с которой вы работаете. Я буду рассказывать опять, например, клиентов, если у вас база данных каких-нибудь трубопроводов или деталей, то там это тоже работает, но просто немножко другие примеры будут. Первое. Смотрим вообще на заполненность. Я вот здесь привела формулу, можно у меня с табличек колоночек подставлять свои имена, некоторые формулки на наших таблицах. Смотрим, сколько всего записей в этом, в табличке, и сколько заполнено в каждом столбце. Зачем? Вот смотрите. Примеры выгрузок. Перегружали два раза. И посмотрите, кстати, интересно, всю аналитику вести в одном файле, чтобы вы могли видеть вот эту дельту исправлений. То есть вот получили данных у нас примерно 100 миллионов клиентов. Во второй выгрузке поняли, что 5000 — это были технические записи, которые гонялись автотестами, и в принципе это клиентами не является, и вам это не надо. Перегрузили. Дата рождения. Ну вроде бы работаем с перс-данными. Почему их ноль был в первый раз? А потому что функция декода на ETL отработала неправильно. Вот вам вопросы к ETL, а не к бизнесу, где там ваши даты рождения. ИНН. 100 миллионов клиентов, но заполненный ИНН у 74 тысяч. А вот на это стоит себе отмаркировать. Давайте-ка мы посмотрим, что же это все-таки за 74 тысячи ИНННов. Снилсы. А вот это как раз вещь о согласовании мэппинга данных. Когда вы приходите и спрашиваете, коллеги, у вас есть снилс? Вам говорят, да, у нас есть снилс, вот вам поле, забирайте. Дальше приходит интеграция к вам, говорит коллеги, а у вас есть снилс? Да, у нас есть снилс, вот вам поле, забирайте. Но там ничего не лежит. Нужно вам это поле в модели или нет? Вот подумайте. Если вам обещают, что да нет, мы вот его заполним, или просто скажут, да нет, оно так появилось, забудьте про это. Язык. Опять же очередное чудеса функции декода, которые нам потеряли в принципе 3 миллиона языков общения с клиентом. Флаги удаления. Смотрите, клиентов не удаляют, удаляют их продукты. И вот это для вас тоже должно для вашей модели сработать маячком, что если вы будете передавать в хранилище только данные клиентов, то у вас их количество всегда будет расти, потому что в системе источники клиентов не удаляют. Адреса. Вот здесь уже интересно смотреть не на разрыв выгрузок, а на количество. Вот таблица с адресами, 250 миллионов. Всего? А посмотрите за полность гранулярную. И здесь вопрос, а что, скажем так, бизнес собрался делать с адресами, которые вы загрузите себе? Если они скажут, ну мы хотим сегментировать по странам наших клиентов, отлично, для сегментации по странам эти данные подойдут. Но если они хотят рассылать гневные письма через почту России, то здесь уже вопрос, где квартиры и вообще дома тут 22 тысяч заполнены. И потом вам архитектор расскажет, вы знаете, это устаревшая табличка с адресами. На самом деле сейчас у нас есть новое, вот мы проверили по нашим скриптам, действительно это устаревшие данные, не берите их оттуда. Итак, по заполненности мы смотрим, что вообще заполнено. Смотря на каком этапе мы это анализируем, мы идем или в ETL, или в систему источник. Если это что-то слабо заполнено, мы смотрим, во-первых, чем оно заполнено, и задаемся вопросом, а нужно ли это нам, и поможет ли это в дальнейшем бизнесу. А вот со справочниками не все так просто. Справочники заполняются всегда, к сожалению, поэтому справочники будем с вами анализировать отдельно. Дальше. Смотрим короткие и длинные данные по длине. Зачем это вообще нужно? Вот, например, явный пример, фамилия. Смотрим короткие данные. Что это? Это технические записи, тестовые записи, или это вообще классификаторы. У людей там есть классификатор фамилии, и они их выбирают. Ну, классификаторы хранить-то проще. Вот циферка один подставил, и все. Слишком длинные данные, вот просто на границе вашего типа данных. А вследствие миграции очень легко может обрезаться окончание какого-нибудь классификатора, и, скажем так, это показатель, что вам в вашей системе нужно откорректировать что-то. Смотрим распределение по длине именно группировкой, а сколько каких данных у нас по длине хранится. Если у нас очень много данных одинаковых по длине, то это может быть ошибками каких-то миграций. То есть, например, сначала у нас страны лежали в строковом виде, потом резко из них решили сделать классификатор, мигрировали, ну, решили то, что в процессе мы потеряем, там ограничим длину 6, и вот по количеству выборки можно понять то, что, да, строки обрезались, перенеслось не то. Смотрим дальше на распространенность или популярность. Если вы работаете со справочниками, для справочников вы смотрите все, если вы работаете со строками, то достаточно посмотреть сто или тысячу в зависимости от того, сколько у вас данных. Что это нам показывает, вот этот показатель? Сейчас вот, чтобы чуть-чуть оживиться, будут примеры. Популярные имена. Вот расскажите мне, да, сейчас будет топ-3 распределения популярных имен, там порядка первое место 300 тысяч, второе, ну, какие? Ну, почти. Что это, вы смотрите, что это такое? Кто эти люди вообще с такими фамилиями? Или это нерадивые операторы нам перебили? Или это опять-таки миграции? Или это люди тестируют и пишут автотесты? Да, на проде они тоже гоняются и нагрузку проверяют, но вот, чтобы явно их отфильтровать, вот, пожалуйста, полтора миллиона. Живые начинаются нормальные как раз Александры с четвертой позиции. Дальше дата рождения. Ваши варианты? Ну, смотрите, да, 1 января у нас и замечательные просто года 900-й, 117 тысяч долгожителей. Надо же. А это уже вот в системе источника либо автозаполнения ставить, либо что-то. Страна выдачит документа. Четвертый пункт. Я не знаю, как он попал туда, почему кто-то, я не знаю, разработчик посчитал, что Антарктида должна быть страной, если посмотреть, какие документы были выданы, на паспорта Российской Федерации. Ну ладно, 216 тысяч у нас получили паспорта в Антарктиде. Ну, допустим. Номера документов. Вот опять вопрос о заполненности. Когда у вас хранилище спросят, сколько у нас существует документов в системе? И вот вам, пожалуйста, там порядка 200-300 тысяч, у кого нолики, о, единички или пустота. Вот заполненность документов. Да, печаль для бизнеса, печаль для дальнейших процессов, но с этим жить как-то нужно. Смотрим на адекватность еще распространения. Если у вас какой-нибудь Ильдар начинает выигрывать, опять же, у того же Александра, это вопрос, почему? Почему так происходит? Может, это тоже какой-то автотест. Мусорные значения и автозаполнение, вот а-ля даты рождения. А если бизнес захочет рассылать поздравления с днем рождения людям, родившимся в 1 января 900-го года, но это тоже будет выглядеть странно. Переходим к справочникам. По справочникам мы сначала смотрим на логику, что же все-таки у нас может являться справочником, но не является. И вот такую красоту мы можем увидеть в системе источники. Это вопрос, а как хранить это у вас? Стоит ли, может, сделать из этого нормальный справочник, привести все-таки к нормальному виду? Внезапно то, что является справочниками. Вот форма из личного кабинета, то есть клиентами этого заказчика достойны быть только люди с такими должностями. Все, больше выбора нет, скажем так. Человек обязательно должен выбрать, указать свою должность. Почему это стало справочником, непонятно. И справочники, в которых, ну на самом деле, непонятно, почему они стали справочниками, почему в них нет нужных значений, но тем не менее это полноценные классификаторы. Дальше начинается уже такая магия, уже называется «включаем логику». Красивое слово «консистентность». Что это такое? Мы проверяем, что у вас внезапно не останутся люди без телефонов или наоборот телефоны без людей. Очень яркий пример, когда 23 миллиона телефонов не были привязаны ни к одному абоненту, потому что это были рассылочные номера, которые использовала другая система, которая внезапно узнала, что в CRM есть таблица, куда можно записать телефоны. Давайте я туда тоже свои запишу, но при этом к клиентам они не привязаны, и вам явно они не нужны. Вам нужно заполнить одну таблицу, а вот мальчики и девочки у нас внезапно жили в разных таблицах, но одичники не были одни, а вам это нужно объединить все в одну таблицу, поэтому это вот уже кросс-сверки, и включайте логику по полной. Ну и последнее, это уже магия, фантазия и вдохновение, на что вы можете посмотреть с точки зрения системы. Вот к конкретной привязке системы. Например, сколько максимум телефонов или адресов может быть у одного клиента. У нас была потрясающая дама с 50 тысячами контактных телефонов. Конечно, она могла быть просто живым человеком, но, к сожалению, нет, это очередная тестовая запись, но 50 тысяч телефонов приехали к вам, и потом в их хранилище рассказывали, как хорошо у вас заполнены контактные данные. А вот эти чудесные NNN, которых 74 тысячи было, это вот как раз ошибки интеграции, не туда смигрировали поле, на самом деле это были контактные телефоны, но нашли пустой поле с NNN, вот 74 тысячи приехали, потом кто-то это заметил, исправил, но удалить не удалили. Адреса. Есть гранулярное заполнение, есть полное. Логично, и архитектор предполагает, что они должны совпадать. Но нет. Почему? Потому что гранулярным, например, способом заполняется из одной системы, полный адрес заполняет некая другая система, и вы идете и спрашиваете уже технических специалистов, откуда мне брать адреса. Проанализировали. Что еще мы можем смотреть? Мы можем смотреть замечательные латинские буквы в русских строках. Это для чего нужно? Если вас будут использовать как поисковую систему, у вас там данные не стандартизируются, то оператор никогда не найдет чудесная буква S, про которую знают все русское и английское, или, например, буквы и символы в полях, предназначенных для цифр. Анализировать это можно регулярными выражениями. Тоже в SQL-запросах на Oracle они очень хорошо отрабатывают. Почитать, денечек поизучать, что это такое. Вещь замечательная и для анализа подходит. Что мы делаем с результатами? Ну, во-первых, мы идем в систему источника, говорим, ребята, мы нашли вот такие вещи. Оптимизируем свою модель данных, вспоминая, что кто будет пользоваться вашей моделью данных, в каких процессах она будет задействована. И самое главное, что все это можно решить до ввода системы в эксплуатацию. Пока еще вас не начали использовать другие интеграции, потому что вы будете им говорить, ой, извините, у нас XSD изменилось, вот как Дмитрий рассказывал, пожалуйста, поменяйте свою интеграцию. Он скажет, ну, ребят, ну, вы что? И теперь, как мы это все оформляем, скажем так? Принести просто циферки, вот заполнить свои экселечки и сказать, это, ну, нет, это просто цифры, нужны какие-то выводы. Плюс, смотрите на сами данные, посчитать только количество, вы опять получите, что у вас все очень хорошо заполнено, но при этом вместо ИНН лежат там телефоны. И заказчику вы несете гипотезу, но при этом не настаиваете, не то что, так, знаете, вот вы тут CRM, у вас тут много мусора хранится, вы можете его нам почистить. Конечно, они скажут, нет, почему, потому что у них все хорошо. Вы, эти результаты, в первую очередь, они нужны для вас, для ваших интеграций, чтобы вам сохранить себе в новую чистую свежую модельку красивые данные. А вот, что будет ли, система источник, будет ли она править свои данные, или не будет, она скажет, да мы закупим лишний терабайт, и пусть эти там телефоны записываются в эту же табличку, нам это дешевле просто. Но это уже, скажем так, их проблемы. На этом мой доклад закончен. Вопросы? Спасибо. Это было действительно интересно. И первый вопрос. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вот 100 миллионов ваших клиентов, вроде как цифра по нынешним меркам небольшая, откуда такие цифры в 20 дней на загрузку данных? Вроде как быстрее можно реализовать. Смотрите, ETL у нас где-то, но опять же, все зависит от железа, на котором вы работаете. И это конкретный проект, вот именно был, когда можно было запускать ночные перегрузки, каждую ночь у ETL, скажем так, функция декода заново перекодировала адреса, поэтому они грузили, скажем так, по годам, потратили на это 10 дней, а наша система 10 дней стандартизирует и сливает карточки клиентов, то есть у нас происходит процесс именно поиска, единого клиента среди всех этих 100 миллионов, и он занимает, ну вот тоже порядка 10 дней, но опять же, на существующем железе. То есть это не всегда так, это вот пример одного конкретного проекта, то есть где-то можно и быстрее, но вот на 100 миллионах с существующим железом у нас вот такие цифры заняли. Ну и опять же, там вот этот декод, который тоже очень существенно замедлил передачу данных. Понятно. Скажите, а вот эти вот базы данных, из которых вы потом агрегируете все в единого клиента, они принадлежат одну и ту же компанию, или это абсолютно разные источники, которые вы как-то связываете? Нет, это одна и та же компания. Вот, например, у телекома есть CRM, система источника, есть биллинг, где, собственно, хранятся там сим-карты и какие-то вещи. И вот это два системы источника, которые единый клиент объединит. У банка будут, соответственно, свои системы источники, и единый клиент внедряется именно внутрь конкретной страховой, конкретного банка, то есть это не как в сериале «Черное зеркало», что единый клиент по всей России тут поищет вас и в страховых, и в банках, и везде. Спасибо. Следующий вопрос был. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос, согласно законодательству, я не знаю, российская у вас, закон о персданках, или ГДПР, или американские. Как эти все выгрузки туда-сюда, и ваша с ними работа? То есть вы видите данные в открытом виде? Внутренний контур, подписываем все NDA, либо ездим к заказчику, либо нам открывается через, опять же, Cisco Connect, и все зашифровано. То есть в момент выгрузки этих данных, ну для GDPR, например, я, честно говоря, не знаю, как в России, но там нужно писать редакция слог. То есть каждый раз, когда ты читаешь данные, ты должен записать, что ты прочитал эти данные, и кто их прочитал. У вас это… По-разному, это как инфраструктура в конкретном банке, в конкретной страховой организована, но как бы все это проходит во внутренних контурах без какого-либо доступа вовне? Нет, я имею в виду, вы как аналитики, когда видите эти данные. Я перед этим подписываю кучу бумажек, а не разглашение. Все, понятно. Следующий вопрос был, да? Можно я? По порядку. У меня вопрос такой. Я правильно понимаю, что эти данные перегружаются только для того, чтобы по ним проводить анализ? Смотря как хотят писать нас в свой процесс. То есть это может быть и операционный процесс, что колл-центр начинает использовать данные единого клиента и, скажем так, интегрируется уже CRM в обратную сторону с нами. Я говорю про то, что нельзя ли данные вот эти вот перегружать не разу во всю базу данных, а вот вам постоянно какие-то запросы? При Алтайме, по сути, да. Нет, смотрите, это вообще два этапа перегрузки. Первый исторический, вот этот объем 100 миллионов, который накопился там за 20 лет, а потом ежедневный инкремент или вообще онлайн нам отправляет. То есть это вот именно анализ первого этапа. То есть это вопрос именно миграции первичной. Так? Да. Вы много говорили об ошибках в данных. Почему все-таки и вы их исправляете? Почему речь идет о том, что эти ошибки правятся в источниках? Они же там рождаются. Почему их там не правят? А это уже от того, как захочет система источник. То есть мы предоставляем им, если у них, я говорю, вот у них все работает, у них 20 лет все работало, и вообще у них все хорошо. В ННН-ах телефоны, это же ошибка. Они же ими не пользуются, понимаете? Во фронт это никуда не отдается. Вот она лежит в базе данных от таблички НННов, ну и лежит. И никому не мешает. Тарабайты дешевые. И второй момент. Тестовые данные лежат на боевых базах, получается. А как тестировать нагрузку? Ну, собственно, это нормальный такой процесс, когда продакшн тоже подвергается автотестам. Да, вопрос в количестве данных. То ли это тестировщик перепутал стенды, но чаще всего все-таки есть какие-то тестовые данные, которые гоняются. Обычно делаются просто два сервера с объемом данных таким же, просто на один сервер тест и проводится, а на другом сервере вообще не в какой-то. Вы знаете, везде по-разному. Где-то так и есть. Ну это вроде банки, казалось бы, банки. Ну нет, здесь не только из банков, скажем так, информация, еще там страховые телекомы и кто как использует. То есть тестовые тесты, тестовичи на проде, это вот встречаются довольно часто. Вопрос, конечно, в их количестве. Вот есть одни у нас любимые люди, которые 300 тысяч гоняют тестовых тестов, тестовичи, ну просто чтобы проверить нагрузку на прод, вот они ночью отправляют, улучшилось, ухудшилось, там у них прибавилось клиентов. Ну, такие процессы тоже бывают. То есть жизнь оказывается гораздо многограннее наших представлений. И надо быть готовым ко всему. Еще вопросы? Так, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот вы нашли какую-то ошибку, а что дальше? Обнаружили, например, что там есть какие-то неправильные телефоны, оторванные? Мы их не грузим. То есть это опять же, мы можем сказать, вот почему для системных интеграторов? Это проще всего отфильтровать на уровне ETL, то есть вы говорите, что мы грузим телефоны только в привязке к клиентам, а не просто берем, копируем одну табличку к себе и другую табличку к себе. То есть да, придется написать более сложный там джобик, который будет это проверять. Но в конечном итоге это принесет профит для бизнеса и опять же качество данных в вашей системе. То есть я так понимаю, что ваш приоритет это обеспечить качество данных в системах-приемниках? Да. А решение, что делать с этими данными, когда вы… А у вас молоко убежало? Хотите вытирайте, хотите не вытирайте. Это в вашей кухне, что хотите, то и делайте. То есть мы расскажем об этом, но настаивать, чтобы система источников исправляла, ну а какое мы право вообще имеем? То есть это уже вопросы к бизнесу, к системе-источнику, к их администрированию. Может быть, они посчитают, что им переписать архитектуру и объединить 10 таблиц, в которых хранятся телефоны или клиенты в одну, им это будет то же самое, что перевнедрить весь их CRM, который и так хорошо работал. Здесь опять же выстраивание человеческих отношений. Мы не говорим, вы знаете, у вас ошибки, мы говорим, вы знаете, у нас некие данные вызвали вопросы, мы их хотим загрузить к себе, но вы поделитесь, как нам их трактовать. Ну это даже личностные взаимоотношения. Ну ложечки. Вы не чистите данные, нет ли порядка с того, что ошибку, допустите, вот почистили, что-то сделали, не боитесь, что всё-таки переложить один к одному, оно как-то… Именно почистить ответственность для себя, да? Ну как бы вы их перерабатываете, данные, значит, меняете фактически. То есть мопед не мой, я только разместил объяву, я чисто передаю эти данные. Это про модули именно стандартизацию или там на уровне етель, когда очистка идёт? Ну вот вы говорите, мы смотрим на данные, анализируем, что-то не берём, потому что посчитали, что это тестовые данные, а вот вдруг они не тестовые. Нет, это не мы считаем, это мы идём к системе-источнику, это они нам говорят, ребята, действительно тестовые данные, не берите их для аналитики, они не нужны, то есть мы не сами принимаем решение, что нам брать, что нам не брать. Нам спокойно могут сказать, мы не заполняем фамилии у клиентов, мы везде ставим прочерки, но тем не менее существующие клиенты. То есть тут нужно именно в диалоговом режиме, а не то, что мы тут сами решили, отфильтровали, загрузили, получили 2 миллиона клиентов, а 98 посчитали мусором. Нет. А тогда как часто у вас перекачка данных происходит? А это аналитика, это проводится при первичном внедрении, вот при загрузке исторического объёма, который большой. Собственно, новый проект начинается, встраивается время на вот эту аналитику. Один раз проводим, договариваемся, согласовываем модель, и потом уже можем только на уровне своей системы через годик посмотреть, а как эти данные живут, там не пришло ли что-то нового, интересного. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Татьяна. Ты ведь ещё будешь у флюктиарта, если был вопрос? Да, конечно. Поделитесь своими историями, если вы проводите нечто подобное, как вы это проводите, вообще считаете ли, что нужно, или может мы тут вообще ерундой занимаемся, и вы не скажете, Таня, зачем вам это надо? Ну, за это же платят, я так понимаю. Интересно опять-таки. Интересно, да, понимаете, это как вот мир открытий чудных в каждой новой системе. Итак, Татьяна будет готова ответить на ваши вопросы у флюктиарта, и сейчас у нас обед. Спасибо, Таня, было очень интересно. Спасибо. Спасибо.